Самоуправление получило результаты оценки собственности жителей, чьи дома находятся под мостом нового путепровода. Опасения жителей подтвердились. Стоимость их недвижимости снизилась от 30 до 50%. На сегодняшний день в бюджете самоуправления заложены около 70 тысяч евро для компенсации. Сумма компенсации всем жителям по данной экспертизе составляет около 156 тысяч евро. Это если не выкупать их собственность. Если выкупать их собственность составляет порядка 300 тысяч евро. На данный момент юридическому департаменту Думы и Департаменту городского планирования и строительства дано задание подготовить проект решения на выплату компенсации собственникам недвижимости, оказавшимся под мостом. После чего владельцы дома должны будут либо согласиться на получение компенсации, либо заявить свое требование о покупке дома самоуправлением. Все будет зависеть от суммы, затребованной за выкуп. То есть, если на сегодняшний день все дома по сути согласились с стоимостью оценки своей недвижимости, поэтому они согласны соответственно с компенсациями. Но с одним домом возможно будут намного дольше дискуссии, возможно будут какие-то прения в отношении размера выплачиваемых компенсаций. Здесь стоит сказать, что самоуправление имеет право компенсировать только то, что по факту указано в конкретных документах. И сегодня не идет речь о компенсациях за трещины в стенах или еще что-либо, связанное с строительством. Сегодня идет речь в данной оценке о том, скажем так, моральной компенсации. Окончательное решение о выплате компенсации владельцам частных домов, оказавшимся рядом с новым путепроводом, должно быть принято на одном из заседаний городской думы.